И ещё раз доброе утро. Утро на Болткоме. В студии у нас Сергей Долгополов, депутат Сейма. От Согласия кандидат в президенты Латвии тоже. От Согласия. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте вот с этого вашего назначения и начнём. Почему, собственно, Согласию понадобился свой кандидат в президенты? А что мы хуже других? Ну, я понимаю, все не хуже других, но так или иначе у каждой партии есть своя мотивация. Я думаю, что мотивация здесь абсолютно ясна, прозрачна. Как слеза младенца. Каждая политическая сила, есть уж такие правила игры, заложенные в Конституции, имеет право в этом участвовать. Раз. Пункт два. Хочет выставить своего кандидата, поскольку это один из игроков на политическом поле нашей страны. То есть это такой вопрос позиционирования? Несомненно, во-первых. Во-вторых, учитывая ту роль, которую играет президент, это, скорее, действительно больше позиционирование, нежели попытка оказать серьёзное влияние на изменение вектора политической жизни страны. Как в таком случае оцениваете тот факт, что у единства нет своего кандидата? Понимаете, я полагаю, это моё личное мнение, что выдвижение единого кандидата от единства привело бы к тому, что от единства не осталось бы ничего. Потому что не только в этом, но и во многом другом название единства, это звучит как издёвка над тем, что происходит там внутри. — То есть фактически просто руководство единства бояло, что конфликт ещё больше внутри партии. — Ну, кстати говоря, находится в таком, я бы сказал, перманентно спокойном состоянии, только потому, что это не выходит на поверхность. Потому что если сегодня уже кто-то заявил о том, что он не поддерживает... — Веренис, а поддерживает Левиц, к примеру, воли Тачигана. Видимо, за ней последуют и другие представители. — Несмотря на то, что там уже сразу глава фракции заявила, что у них будет свободное голосование, или кто-то из депутатов сказал, что тоже довольно своеобразно. Так что, ну, посмотрим. — А вот такие случаи ходят, ну, по крайней мере, всё-таки вы, как человек, хорошо знающий... — Сбирающийся в слухах? — Нет, знающий вообще политические закулисы и вообще игры, что вот Веренис, в принципе, может считать, что хоть это кандидат от зелёных христиан, ну, де-юре, но де-факто он, в принципе, может быть и кандидатом, по крайней мере, от значительной части единства, поскольку он как-то вот близок к этой партии, как-то не странно. — Ну, я бы не стал ставить такие знаки равенства или какие-то другие. В этой ситуации каждый из кандидатов имеет определённый набор, довольно большой набор плюсов. Конечно, как и у каждого, есть свои минусы, но, в принципе, нельзя сказать, что появились бы какие-нибудь уж очень одиозные фигуры, которые вызвали бы аллергию в обществе. Поэтому, если бы это было всенародное голосование, к чему согласие, кстати говоря, призывало уже не один год, то у избирателя был бы выбор, и выбор был бы нормальным. Я думаю, что избиратель бы не пошёл и не повёлся бы на красивые речи, всё-таки оценивал бы то, кто что сделал. Что сделал Вейвенец, как министр, и как депутат, и как глава Зелёной партии? Что сделал Левиц, кроме того, что он написал преамбулу Конституции? И так далее. — Хорошая ремарка последняя. А вот действительно, зачем национальное объединение, на ваш взгляд, было выдвигать Левица? Чтобы тоже было? Или чтобы ускорить, не знаю, гибель этого правительства? — Ну, теория заговоров вещь хорошая, конечно, но я не думаю. Мне кажется, что они всё время работают на то, чтобы улучшить свой имидж среди своих избирателей, не пытаясь расширить аудиторию, не пытаясь сильно увеличить. — Хотя бы сохранить то, что есть. — Хотя бы сохранить то, что есть. И привлечение Левица для них — это, в общем-то, некоторая попытка расширить этот электорат. — А вот если продолжать разговор о слухах и о господине Вейнис, ведь ни для кого не секрет, что у господина Вейниса, возможно, есть, могут быть некоторые конфликты с господином Лембрексом, который тоже имеет некоторое влияние в союзе зелёных и крестьян. И поэтому очень много говорили о том, что будет кандидат от СЗК кто угодно, только не Вейнис, потому что Лембрекс этого никогда в жизни не допустит. Как так получилось, что допустил? — Согласись, пикантное слово «некое влияние». — Ну, знаете, я их всех очень люблю, и господина Лембрегса, и господина Вейниса. Но я не знаю, в чём там причина, где там пробежала кошка. — Вот как раз по натовским солдатам примерно, что чаще всего вспоминают. — Понимаете, здесь в конечном итоге это вполне может быть и публичная риторика, потому как если министр обороны не скажет ничего в защиту натовских солдат, независимо от того, кто их критикует, Лемберг, Юрканц, — Какой он будет министр обороны? — Какой он будет министр обороны? Да нет, господь с вами. Это не есть аргумент. — То есть на самом деле, на ваш взгляд, там никакого такого противостояния нет? — Ну, я не знаю, я не думаю. Ещё раз хочу сказать, что я терпеть не могу все эти самые закулисные интриги и все эти аппаратные игры. Но вот если так со стороны посмотреть холодным, незамутнённым глазом, то не создаётся такое впечатление. — Вот всё-таки, возвращаясь к выборам президента, очевидно, что представят какие-то публичные дискуссии, в которых, естественно, вы тоже как кандидат президента будете участвовать. Вот действительно, определили ли вы какие-то приоритеты в случае, если вы президент? Я почему спрашиваю? Поскольку даже люди, может быть, далёкие от политики, они привыкли к такому мнению, что президент — такая формальная персона, которая проводит репрезентацию страны за рубежом. Да, был указ номер два, все это тоже помнят, но это скорее исключение, когда это ещё повторится и повторится ли в последнем будущем. А в остальном особо ни на что не влияет. Мы помним, когда господин Берзинч только вступил в должность президента, он как-то говорил о том, что «ой, я буду участвовать активно», как он завел в народно-хозяйственной деятельности, как он будет участвовать, честно говоря, я пока не менее не заметил. Может быть, вы заметили? Давайте не будем критиковать уходящих. Это очень легко подталкивать их в спину. Мы анализируем. Я понимаю, я тоже пытаюсь это делать. Знаете, я вот, прежде чем принять личное решение, согласиться или не согласиться на предложение партии быть кандидатом на этот высокий пост, я очень долго думал и смотрел, чем же занимается президент, чем он должен заниматься. И мне кажется, что надо немножко спуститься с небес на землю. Даже при имеющихся полномочиях президента у него есть очень много реальных рычагов, которые позволили бы выполнить его главную функцию, которая записана в Конституции и запустится о благосостоянии народа, всего народа, всей Латвии. Что я имею в виду? Понимаете, мы когда говорим о том, что вот надо расширить полномочия, он должен назначать не только премьера, но и министров, отпускать министров и так далее и тому подобное, это другой образ мысли, это другой стиль управления страной. Но в нынешних условиях у президента есть такой мощный рычаг, как право законодательной инициативы. Это первое. И поэтому, когда господин Берзинч говорил о том, что он хочет повлиять на развитие народного хозяйства, экономических вопросов, скорее всего, он имел в виду именно это. Может быть. Я не знаю. Но это как раз то, что президент может. Не просто высказывая добрые пожелания, что тоже немаловажно, но и работая вместе со своей командой над предложениями по совершенствованию законодательства. Ибо президент может не просто возвращать законы, что хочу подчеркнуть, очень важно. Потому что САИМ выпускает огромное количество брака. По-прежнему. По-прежнему. И поэтому барьер на пути прохождения этого брака – это очень важный рычаг президентской деятельности. Поэтому первое – это собственно законотворческая деятельность. То есть не просто через группы экспертов внести какие-то предложения, а вы, ребята, там оформите их как законодательные проекты, как это было, скажем, с партийным строительством, а конкретные готовые законодательные нормы, которые президент мог бы, основываясь на консультациях с теми же народнохозяйственниками, с экспертами, с банковскими специалистами и так далее и тому подобное, поработать. Второе – барьер, о котором я говорил, это барьер на прохождении брака законодательного. И третий – это подготовка и аналитическая работа с экспертами, с негосударственными организациями для того, чтобы определить болевые точки общества, пытаться нащупать опять те же самые законотворческие решения. Что мешает сегодня этому? Мешает сегодня, прежде всего, крайне, на мой взгляд, недостаточность, я бы сказал, мощности команды президента. Потому что юридическая служба президента, которая должна была быть ключевой и большой, она довольно немногочисленна по своему составу, и, возможно, нуждается в улучшении и качестве. Возможно. А вот еще, говоря все-таки о функциях президента, ну, к примеру, уже упомянутый нами господин Лейнберг говорит о том, что, в принципе, вроде правильно, что тот президент должен быть лидером нации. Ну, под нацией он имеет в виду всех жителей Латвии. Ну, вот если мы возьмем всех президентов, ну, как-то вот нам не казалось. Да, вот Берзинч все-таки пытался, он был достаточно, ну, сдержанный, скажем так, в заявлениях. И то это, наверное, уже много для Латвии, да. И такой вот аллергии не вызывал и у тамовскоязычных. Как вот вам кажется? Понимаете, какая штука? Если лидер – это тот, кто не вызывает аллергии, то это довольно своеобразное представление. Мне кажется, что на сегодня ни один из кандидатов, ну, вряд ли так, если говорить честно, откровенно, мог бы претендовать на роль лидера нации. Вы тоже? Во-первых, я тоже, да. Я тоже. Во-первых, потому что сама нация очень разобщена. Понимаете, для того, чтобы говорить о лидерстве нации, нужно прежде всего позаботиться, это не забота только президента, это забота всей политической элиты страны, чтобы нация была сплочена. Чтобы расхождение внутри нации были бы не вокруг того, кто правильный, кто неправильный, кто левый, кто правый, а чтобы эти разногласия или эти споры шли бы вокруг того курса, по которому идет страна в направлении развития. А когда мы начинаем отталкиваться от истории только для того, чтобы определить виноватых в наших бедах, в наших проблемах сегодняшних, вместо того, чтобы вместе искать пути выхода из кризисных ситуаций, а у нас их много, и кто-то говорит, что мы уже совершили свой рывок, но это, по-моему, так больше приукрашивает картину. В этом забота. Поскольку нет единой нации, не может быть единого лидера. А что еще сейчас мог бы сделать президент для сплочения наций? Вот какие-то конкретные предложения, законопроекты. Знаете, у президента, у политика, у депутатов Сайма должно быть как основным правилом правила врачей. Не навреди. Если ты это правило забываешь, каких бы действий не было, какой бы восторг или какое бы осуждение они не вызывали в определенных групп, если ты все-таки этого правила притерживаешься, правило не навреди, тогда есть определенные шансы на то, что этот процесс, то, что сегодня так называется красивое сплочение наций, все-таки будет двигаться вперед, а не по ленинскому принципу шаг вперед-два назад. Но помимо того, что не навредить, врачи еще, как правило, пытаются помочь и ситуацию улучшить. Вот, к примеру, президент Березенович пытался помирить ветеранов. Вы бы что-то сделали в первую очередь, ну хотя бы мелочь какую-нибудь назовите для сплочения? Я общался с ветеранами с одной и с другой стороны. Проблемы ветеранов – это проблемы очень пожилых людей, мягко говоря. Это проблемы выживания, это проблемы медицины, это проблемы социальные, это проблемы выживания. Особенно для ветеранов Великой Отечественной войны, которые были в антигитлеровской коалиции в нашей стране, к сожалению. А то, что их пытаются столкнуть лбами, это не их проблема. То есть это не примирение, это столкновение лбами? Это не примирение. Там вряд ли может быть примирение, но там не должно быть войны. Война юридически и формально закончилась в 1945 году. Поэтому сегодня нужно не воевать, а сегодня нужно помочь этим людям достойно жить в достойном обществе. Так, сейчас у нас будет небольшая пауза на новости и рекламу. Сергей Долгополов, вы на студии. Напомню, оставайтесь с нами. Во второй части будем принимать активно и ваши звонки тоже. Ну а мы продолжаем утро на Болткоме. В гостях у нас Сергей Долгополов, депутат Саема от Согласия и кандидат к президенту Латвии тоже от Согласия. Здравствуйте еще раз. Доброе утро. И сразу напомним, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. И давайте сразу примем звонок, надевайте наушники. Только что был сорвался. Попробуйте еще раз нам перезвонить. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Самые лучшие пожелания и знаки уважения к уважаемому кандидату в кандидаты на главный синякур страны, который он не получит. Но он об этом как раз и единственный, кто, наверное, не сожалеет. Я думаю, что Сергей Долгополов один из тех, кто отлично понимает. Андрис Берзинч не мог сделать то, о чем вот сейчас говорил Сергей. По простой причине. Как только президент начинает показывать, что он у нас действительно президент, а не только заполнитель синякуры, ему не дадут этого сделать. И именно это, наверное, причина, почему Сергей не пожалеет о том, что он эту синякуру не получит. Я надеюсь, что я не ошибся. Много хороших пожеланий, Сережа. До встречи. Спасибо большое. Ну вот, такое мнение так можно переформулировать, что, ну, фактически, даже если президент будет руководствоваться благими пожеланиями, в том числе то, что вы сказали, что не дадут. Да, я вам скажу так. Выйти на улицу и перейти дорогу, это всегда чревато. Тревато, что вам упадет камень с крыши, что у вас переедет мотоцикл или машина, что ударом молнии вы будете поражены, или еще бог знает, сколько существует рисков. Эти риски распространяются на всех. И не только на президента, и на министров, на депутатов, на кого хотите. Вопрос только в том, как ты к этому относишься. Вот мне казалось, когда господина Берзинча избрали президента, мне казалось, что он будет свободнее. Что он будет свободнее в своих поступках, в своих решениях. Я понимаю, что нельзя быть абсолютно свободным, живя в обществе. Потому что свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого. Но, тем не менее, я полагал и очень надеялся на то, что в силах многих обстоятельств, что он будет более свободным человеком. Но, видимо, эта инертность, инерция где-то очень сильно сказывается. Поэтому мне думается, что во многом то, как ты относишься к таким рискам, зависит от человека. Я думаю, что вы намекаете в том числе на его решение, точнее не решение, выдвинуть, предложить согласию как победителю выборов формировать правительство. Знаете, опять же, даже не этого. Вы понимаете, в конечном итоге ты ничем не рискуешь, если ты выполняешь демократические нормы. Поэтому, да, я думал, что это будет правильным решением. Другое дело, есть согласие. Я не справилась бы с этой задачей. Другое дело, когда говорят, что Ленберг в качестве кандидата премьеры, или Нилу Шаков в качестве кандидата, что это спекуляция, что они никогда бы не пошли, но им никто никогда и не предлагал этой должности, чтобы сделать подобного рода вывод или допущение. Да, вы предложите сначала, потом говорите. Здесь этого не произошло. Это был первый звонок, который мне показался довольно странным. Но прав наш радиослушатель, когда говорит, что вы не пожалеете, в общем-то, что туда не попали. Что такое жалеть о том, что сделано? Жалеть надо о том, что не сделано. Но не сделано в плане, если вы не становитесь президентом, то вы об этом не жалеете. Как можно жалеть о том, что происходит в жизни? Ну, хорошо, вы не стали. Это только у Марка Твена есть замечательная книга, которая называется «Путешествие капитана Стормфилда в рай», где идет речь о том, что именно в раю раскрываются те возможности, которые заложены у человека, и которые не смог он реализовать во всей жизни. И поэтому самым великим полководцем всех времен и народов мог бы быть трактирщик из Миннесоты, если бы сложились так обстоятельства. Жалеть об этом или не жалеть, смешно и наивно. Еще звонок. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. звонок, только единственная, еще одна просьба нашего радиослушателя, выключайте радиоприемник, когда нам звоните, потому что иначе эхо идет, вас плохо слышно. Да, вот возвращаясь, действительно, еще к ситуации в стране, ну, очевидно, что вот этот рывок, о котором вы в самом начале так иронически заметили, ну, рывка уже не будет. Понятное дело, сейчас, видимо, мы все-таки приближаемся к тому, что экономика больше не будет расти, не так ли? Все не в руках человече. Понимаете, если говорить об общей ситуации, скажем, в Европейском Союзе, членом которого мы являемся, да, возможности, конечно, будут уменьшаться. Но я не думаю, что можно ждать каких-то великих потрясений в одну или в другую сторону. Рывков не будет, так же, как и не будет катастрофических падений. Единственное только, что, если мы хотим сохраниться как страна, сохраниться как народ, то, конечно, надо думать о том, чтобы люди возвращались. Это означает, что жизненный уровень нужно повышать. Не он должен повышаться, а его нужно повышать. А вот насколько, на Ваш взгляд, президент может как-то влиять на экономическую ситуацию в стране? Не знаю, хотя бы на тот же бюджет, на распределение средств? — Знаете, наверное, здесь идет речь как раз о консультациях с политическими партиями и консультациями с экспертами. Потому что всегда, куда будет смотреть вектор экономического развития, зависит от очень многих факторов и очень многих обстоятельств. Поэтому, если у президента есть дар убеждений и дар дипломатический талант для того, чтобы попытаться свести вместе и как-то и развести одновременно различные интересы, то тогда есть определенные перспективы в том, что такие переговоры могут увенчаться успехами. Я имею в виду, прежде всего, постоянные консультации с фракциями парламента. Не эпизодические по случаю и от случая к случаю, а регулярные, как инструмент того, о чем Вы говорите. Подождите, но ведь у нас есть огромное количество людей в стране, которые уверены, что политика — это дело грязное, там везде лоббисты, там везде спонсоры, там везде заинтересованные лица. И какие бы ни были прекрасные идеи, может быть, у президента, и как бы часто он не общался с партиями, и партии все равно проголосуют за бюджет или за что-то другое, так, как им говорят спонсоры. Это не исключено. Абсолютно нет. Но дело в том, что если ничего не делать, то эта система будет все больше и больше приобретать характер организованного хаоса. Если Вы хотите из этого хаоса хотя бы немножко выйти, то Вам надо делать какие-то шаги. Это один из вариантов. Я не хочу сказать, что на этом все заканчивается. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале «Микс Ньюс ЛВ». А насколько Вы на данный момент уверены в поддержке Вашей партии? Ну, в принципе, у меня до сих пор никогда не было сомнений в том, что та команда, в которой я имею честь состоять, достаточно едина. То есть Вы уверены, что согласие будет голосовать за Вас? Я надеюсь. А как насчет депутатов из других оппозиционных партий? Трудно сказать. Но у Вас были переговоры? Я вообще не занимаюсь такого рода переговорами. Да, но ведь для того, чтобы быть избранным куда бы то ни было, иногда хороших, красивых и правильных слов не хватает. Это правда. Надо договариваться. Это правда. Но дело в том, что здесь механизм, избирательный механизм, очень своеобразен. Если бы, еще раз подчеркиваю, то, о чем мы начали разговоры. Если бы президент избирал весь народ, была бы нормальная избирательная баталия, была бы избирательная кампания. Тогда аргументы за и против имели бы определенную логику. Сегодня, когда кандидатуру президента называют и поддерживают соответствующие политические партии, нужно обеспечить, чтобы было свободное голосование во всех фракциях. Тогда можно надеяться хотя бы на это. Можно расширить избирательный закон, привлекая, скажем, к выборам, как в Эстонии, правда, там это для кризисных ситуаций, представителей и депутатов самоуправлений. Что, наверное, было бы логично. Но ведь не все депутаты, не во всех фракциях наверняка будут голосовать как-то дисциплинированно. Вот, к примеру, есть та же Чигана. Поэтому руководители фракции очень хотят, чтобы было открытое голосование. Да, но все-таки на данном этапе вы как-то пытались, или, может быть, ваши однопартийцы, коллеги по фракции как-то пытались договариваться с депутатами из других фракций? Ну, я не знаю, я не занимаюсь этими вещами, никогда не занимался, честно скажу. Потому что мне это неинтересно. Если такие консультации велись и ведутся, ну, хорошо, это нормальная практика. Хорошо, но сейчас по математике получается плюс-минус следующее. Больше всего, шансов набрать больше всего голосов у Вейниса и у вас. Ну, учитывая численность фракций и так далее, и так далее, дальше наступает второй тур, где кто-то из двоих, Долгополов или Вейнис, к примеру, должен набрать 51 голос. Перевес очень небольшой. Я всегда придерживаюсь принципов радости и неприятности. Надо переживать по мере их поступления. Потому что то, что вы сказали, этот расклад может быть совершенно другой даже уже в ходе первого тура. Ну, вот вы сказали, там идет торговля, там идет агитация, пропаганда и все прочее. Вдруг она сработала, и вдруг результаты первого тура будут совершенно неожиданными. Ну, например, какие? Ну, например, скажем, кто-то из кандидатов сразу наберет 51 голос. А кто бы это мог быть? Откуда я знаю? Я не знаю. Давайте оставим эту интригу на 3 июня. Хорошо, но если вы дойдете до второго тура, к примеру, у вас появится желание вести вот эти переговоры с фракциями, как-то все-таки пытаться добиться того, чтобы был положительный исход именно для вас? Если, предположим, случится такое, что я дохожу до второго тура, тогда мне надо начинать реально думать о создании команды, о создании программы, о том, что является первоочередным шагом, что является второочередным шагом и так далее. То есть заняться другими делами. Для этого есть партия, которая выдвинула мою кандидатуру и руководство партии. Для этого есть фракция, которая выдвинула также мою кандидатуру. Первая выдвинула мою кандидатуру. Это и есть задача руководителя фракции. То есть на данном этапе вы пока не задумывались ни о команде, ни о приоритетах? Нет. Ну как вам сказать? Конечно, то, о чем мы с вами сегодня говорили, я надеюсь, хоть какая-то попытка показать то, что я об этом думал. Давайте примем звонок. Только что был сорвался. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос господину Долгополу. Вот в воскресенье по телевидению я увидел, что в Эстонии там открыто заявили, что если в Эстонию проберутся так называемые зеленые человечки, они их прям будут расстреливать. То есть в случае выбора господина Долгополова, когда он станет президентом и в то же время главнокомандующим армии, поступит ли он так же? Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос. Хочу напомнить опять ту же Конституцию, где говорится, что такого рода угроза является фактически объявлением войны. В этом случае задача президента состоит назначить верховного главнокомандующего, и такие кандидаты, слава богу, у нас есть, и созвать заседание парламента. Да, статья 46-я Конституция. Поэтому не президент отдает указание, команду или приказ о том, чтобы уничтожать зеленых, розовых или голубых человечков. Это делает тот, кому это положено делать, вот в таких условиях. Все эти ситуации прописаны, и поэтому экспромтов здесь не бывает. Вот, кстати, по поводу зеленых человечков, у нас, в принципе, общество разделилось на две части. Одна часть считает, что чисто теоретически это возможно, и вообще есть такая угроза со стороны России, и вообще, в принципе, может быть, завтра война. Другие считают, что нас просто запугивают, потому что так кому-то очень выгодно. Вы какой части? Знаете, я думаю, что да, безусловно, мы во многом строим свою внутреннюю политику на страхах. Эти страхи начинаются еще с довоенного периода, когда мы анализируем предвоенный период, военный период и послевоенный период. Да, поэтому эти угрозы находят определенный отзыв о достаточно большой части населения. Вполне понятно и вполне объяснимо, потому что, к великому сожалению, очень слабым местом в нашей образовательно-воспитательной системе является воспитание самостоятельного мышления. Самостоятельного анализа и самостоятельного умения делать выводы. Любые. Правильные или неправильные, но самостоятельно. Чтобы это не было навязано извне. А еще звонок. Доброе утро. Доброе утро. Вы вот там поминали нынешнего президента Берденща. Я вам скажу, что оценивая всю его деятельность, я не собираюсь его критиковать, что я думаю, что мы всем обществом должны благодарить его за то, что вот он дважды отстоял Латвию. Это когда он не допустил к Латвии Паврикша. Все остальное для меня лично имеет разные оттенки. И вот, поэтому я вот так считаю. А вашего гостя, ну, с чего я могу сказать? Я избиратель. И именно его я ставлю эти плюсики. И я считаю, что для партии, которую он представляет, он стабилизатор. Да, вот так я считаю. Что очень может быть, что эта партия и не была такой, какая она сейчас есть. Хотя, сколько бы мне ни говорили, что там первое место, все. Партия сдает позиции. И я считаю, что она должна, когда я поднимал 150 килограмм, а потом могу поднять 120, да, больше всех поднял, это правда. Но меньше, чем я мог бы поднять, если бы тренировался как надо. Желаю успеха и вам лично, с большим уважением к вам отношусь. И партии за то, чтобы... Я же хотел бы, чтобы вот эта программа сейчас, предвиденская, повлияла бы, во-первых, на народ, а во-вторых, чтобы вы удачно выбрали президента, более-менее удачно из того меню, которое вам там предлагается. Спасибо большое. Спасибо. Во-первых, спасибо за слова. Во-вторых, я хочу сказать, что, наверное, это в самом деле одна из тех задач, которые партия ставила перед собой, выдвигая кандидата президента. И в-третьих, я хочу сказать, я ни коем разе не критикую господина Берзинча, я говорю о том, о неиспользованных возможностях. Я с большим уважением отношусь к президенту и должен сказать, я этого не скрывал никогда, я голосовал за него, когда его избирали президентом. И отношения у нас с ним всегда были очень добрые, я бы даже сказал, товарищеские, и не собираюсь их ломать, даже если не всем то, что он делает, я доволен. Это вполне нормальная практика. Если вы относитесь хорошо к человеку, это не значит, что вы должны его только гладить по головке, иногда его надо ударить в лоб или столкнуться с дверью. По поводу кандидатов от вашей партии, изначально звучали две фамилии, это Андрей Клементьев и, собственно, вы. Как в итоге получилось, что кандидатом вы стали? Спросите у Клементьева, почему он не захотел быть кандидатом в президенты. То есть, потому что Клементьев отказался? Скорее всего, что так. У нас не было публичных дебатов на эту тему, поэтому я не могу сделать ничего, кроме предположения об этом. Если продолжать разговор о выборах, к примеру, вы не проходите следующий тур, и дальше вам нужно самому как политику голосовать за следующего кандидата в президенты. Какие у вас приоритеты? Если мы говорим о приоритетах как о фамилиях, не могу сказать. Мы говорим о приоритетах как о некотором наборе качеств, которые должны быть присущи человеку, который станет президентом. Хочу сказать, что мне очень важно в любом кандидате его умение выходить из сложных ситуаций, его толерантность или взвешенные отношения и ни в коем случае не агрессивность. Естественно, очень хотелось бы, чтобы он был образованным, умным, толковым и честным человеком. А вот господин Вейнис и господин Левиц соответствуют этому описанию? Я думаю, что да, потому что у меня нету... Вообще никогда не было оснований судить о людях до тех пор, пока, что называется, гром не грянет. То есть и господин Левиц соответствует этому толерантности, например? Я ничего толерантности меньше знаю, потому что профессиональные качества. Я в самом начале сказал, что у каждого из выдвинутых кандидатов есть огромное количество плюсов. Но, как у каждого человека, у них, безусловно, есть и свои минусы. Поэтому, когда пойдет речь о конкретном кандидате, вот эти чаши весов, на них будут выкладываться вот эти плюсы и минусы. Посмотрим, у кого баланс будет более положительным. Латвийское общество уже давно делает ставки на то, кто станет президентом. Насколько я понимаю, самый популярный вариант на данный момент – это человек, который пока не назван в качестве кандидата в президент. Как считаете, почему настолько большое, может быть, недоверие к нашей системе выборов президента? Ну, система выборов несовершенна, безусловно. Потому что в ней, как бы там ни занимались бы публичные демагоги и некоторые политики, призывая как бы всех высказывать свое мнение, это мнение политической практики при нынешней системе выборов практически не учитывается. Поэтому говорить о том, что вот у нас глаз народа, глаз божий – это не так. Что касается того, что ни один из кандидатов, скажем, сегодня не получит 99,9% поддержки, это тоже логично и тоже объяснимо. Потому что все мы разные, и общество, в котором мы живем, ужасно разрознено, ужасно разобщено. И поэтому приоритеты и пристрастие, любовь и ненависть у всех различны. Но как считаете, есть все-таки какая-нибудь темная лошадка у коалиции? Темные лошадки есть в любом стаде. Ну, то есть и на данный момент все-таки какой-то кандидат прячется. Она потому и темная лошадка, что о ней никто не знает. Вот, кстати, вы не правы насчет того, что никто не знает, но, по крайней мере, говорят очень много про то, что это может быть господин Рекстиндж. Ну, вы понимаете, говорить ведь можно все. И вы говорите, да? И я говорю, и вы говорите. А насколько это соответствует действительности или не соответствует, жизнь покажет. По политической логике, на ваш взгляд, господин Рекстиндж может стать президентом? Почему нет? И может ли он быть туда выдвинут? Почему нет? У нас любой может стать президентом. Что там? У нас, как учил Ленин, каждая кухарка может управлять государством. Это никакого отношения к господину Рекстинджу, высказанное мной, не имеет. Да, главное, чтобы был доступ к густайне. Это главный критерий, я так понял, сегодня. Это следующий этап. Потому что, первое, закон не предусматривает доступ к густайне. Закон предусматривает ряд других критериев. А у вас, кстати, есть доступ к густайне? Есть. Давайте еще звонок. Примем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, что это будет как бы с юмором, но я уже думаю, что не с юмором. Так я тоже с юмором говорю. Ну вот мне очень нравится всегда, когда вы не только с юмором, вы даже юридически делаете что-то. Но я хочу сказать совсем другое. Вы знаете, я как-то давным-давно с своими друзьями слушала лекцию профессора. Я забыла ее фамилию. И только не перебейте, они рассуждали, почему после военной государства, где много очень погибло мужчин, ну почему столько много нарциссов, да? И знаете, что мне сейчас кажется? Я только что на радио один на латышком услышала, что Сина хочет понравиться. Она как бы высендривается, да? А это называется мягкая вара. Слушайте, а может государство начинает нарциссом уже, потому что мужчины как бы правят нами долгополос. Действительно, я бы, наверное, за вас голосовала, потому что я думаю, что вы уже этой болезнью не заболеете. Спасибо. Спасибо. Это такой политологический анализ. Да. Политологический, психологический. Существует такая проблема в нашей политике? Да, конечно, есть. Конечно, есть. Дело в том, что вот очень я, еще когда я руководил мандатной комиссией, которая одновременно еще занимается и вопросами этики, мне приходилось очень много заниматься, пожалуй, выступлениями депутатов, которые были, ну, не всегда очень корректными. И я долго думал, почему так. А ведь в то время были трансляции телевизионные. И, конечно, каждому депутату, когда он вылезал на трибуну, это то же самое, когда актер выходит на театральную сцену. Но если депутат, он не имеет написанную роль по сценарию и по пьесе, он идет с экспромтом. И, конечно, в этой ситуации он очень хочет понравиться зрителю, очень хочет понравиться аудитории, очень хочет понравиться избирателю, чтобы получить энное количество плюсиков на следующих выборах. Но вот среди этих людей ведь только мужчины были, да? Пока да. То есть женщины, они не попадались. Называлось еще Вайра Витя Фрейберга. Нет, я имею в виду среди тех, кто попадал на рассмотрение вашей комиссии по этике. Да, почему-то в основном мужчины. Да, как правило, были мужики в основном, да. Вот так. Ладно, время у нас истекло. Спасибо большое, Сергей Долгополов у нас был в студии. Всего вам.